Стоять под потоком воды, чтобы они намокли, это просто кошмар. Всем привет! Вы на канале Бла-Бла-Фьюзинг. В этом видео я могу спокойно трогать свои волосы, не боясь выглядеть нервной, потому что я хочу рассказать именно о них, о волосах и то, что происходит с волосами, то, что произошло с моими лично волосами за время моего похудения. С 2019 года, с 3 декабря я перешла на кетопитание. За это время я похудела на 43 килограмма. За год ровно это было минус 40 килограмм. И со мной происходили самые разные процессы, внешние и внутренние. И все как по учебнику. Через 4,5 месяца у меня, я вдруг заметила, что у меня начали выпадать волосы. Хуже того, я поняла, что и сами волосы, и не только, даже те, которые остались, они стали какие-то очень, очень, очень. Дело в том, что похудение, в принципе, любое, не только кетопитание, это мощнейший вдруг стресс, происходящий, как говорится, по вашей доброй воле. В моем случае это было все очевидно. То есть, это стресс прежде всего, как само похудение, как стресс. Ну и в том числе, это недостаток на кетопитании, витаминов. Я пошла сразу же в аптеку, с 1, 2, 3 дня своего кетопитания, я пошла и купила аптечные витамины, пивные дрожжи, так называемые, в баночках, которые так и называются, пивные дрожжи, источник витаминов группы В. И когда я поняла, что что-то происходит с моими волосами, я, естественно, что я первое сделала? Я увеличила эту дозировку буквально сразу в 2 раза. И так и продолжала их употреблять. Но, к сожалению, никакого эффекта это не произвело. И случайно, через полгода после того, как я увеличила дозировку, на одном очень известном сайте, который известен всем американским, которым есть любые витамины и биодобавки, здоровое питание, так называемые пищевые дрожжи. И биотин, то есть вот это вот биотин, который я тогда заказала. Здесь большая баночка, как раз она у меня на 4 месяца, 120 капсул. Вот. И заказала вот такие вот упаковку пищевых дрожжей. Вот такая упаковка. Получается 16 унций. Они мне очень понравились сами по себе на вкус. То есть это такие вот флейкерсы. То есть это вот такой вот, похоже на чипсы, на растворимую картошку. Очень вкусный такой сырно-гребной вкус у них. Добавляя их, во все очень вкусно они с обычной белокочанной капустой в салате. Вы думаете, ровно, ровно через 3 дня я поняла, что что-то происходит наконец хорошее. Они стали гладенькие, они практически вернулись в какой-то вот блеск, гладкость. То есть эти дрожжи сделаны в какой-то такой... Это, во-первых, другая форма дрожжей. Это не пивные дрожжи. Это делается из совершенно другого сырья, не пивного. Это специально выращенные для этого культура вещь. Дрожжевые дрожжи реально помогают вам. Просто понимаешь, что они усваиваются, в отличие от пищевых дрожжей, которые аптечные. Но здесь не вся группа. Здесь вот есть на самой этой самой вот список того, что там содержится. И поняла, что по этому списку получается, что B1 там нет. Может быть, наверное, еще мне не хватает этого B1. Он все-таки есть в пивных дрожжах. Но я не хочу снова обращаться вот к этим пивным дрожжям, которые у нас в аптеке продаются. Я все-таки решила, что так как я уже очень давно на кето-питании, уже более гораздо года. И, в принципе, я уже похудела достаточно для себя. Во всяком случае, на данный момент я вешу 79 килограммов. Считаю, что это после 122 я чувствую себя обалденно хорошо и зашибись. Вот. И, то есть, как бы в кетозе я уже давно, и я увеличила себе, получается, процент углеводов. То есть, это у меня сейчас до 40 грамм в сутки чистых углеводов. В отличие от строгого кето, где всего лишь 20 грамм. То есть, в два раза. Я решила, что можно попробовать все-таки в свой рацион ввести небольшое количество цельнозернового хлеба. 25 грамм вот этого цельнозернового хлеба. Даже не каждый день, может быть, два раза в неделю. По 25 грамм я вполне себе могу позволить. Это получается где-то 10 грамм чистых углеводов с этого кусочка. Начала я это только буквально вот несколько дней. Буквально съела за это время два кусочка. И пока еще эффектов пока еще не наблюдала. Но, думаю, как минимум месяц-два. Ну и кроме того, не всю же жизнь есть эти американские витамины. Хоть они очень классные, но они все-таки не дешевые. И, в принципе, там небольшую дозу хлеба, майонного положения уже длительного кетоза я себе могу позволить. Итак, ставьте лайки, сердечки, задавайте ваши вопросы, комментарии. Всем привет! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok